МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие события происходили на минувшую неделю и как они повлияли на жизнь тольяттинцев? Здравствуйте! В эфире программа «Обозреватели» в студии Яна Левина. Коротко о главных темах выпуска. Грандиозный праздник не только для представителей медиасферы, но и для всех жителей и гостей Самары в Струковском парке областной столицы прошел фестиваль прессы. Свою площадку представил и наш телеканал Тольятти-24. Мы любим свой город, стремимся сделать его лучше, красивее и комфортнее. В Тольятти много перемен, и это только начало. Расскажем и покажем, что уже сделано и что думают об этом горожане. Встречать, учить и снова расставаться. В школах Тольятти прозвенели последние звонки. Почти 10 тысяч старшеклассников прощаются со школой. Как меняются школы Тольятти, и каким видят свое будущее выпускники. Упорное движение к успеху и желание внести свой вклад в экономику родного города. В Тольятти прошла ночь предпринимателей. Самым успешным представителям бизнеса общества вручили премию «Предприниматель года». Медиа события года в Самаре прошел большой форум журналистов. Он собрал на своей площадке топовых федеральных спикеров. Это руководители ведущих изданий страны, звезды медиа, эксперты соцсетей, представители госструктур. На форуме участники обсудили, что ждут друг от друга власти и средства массовой информации, и как им выстроить между собой эффективную коммуникацию. А также, какие возможности для этого открывают новые инструменты и охваты социальных сетей. Телеканал «Тольятти-24» тоже стал участником этого медиафорума. Доверие – главная тема двухдневного медиафорума, который состоялся в Самаре. Доверие к власти, доверие к СМИ. Форум объединил более 200 участников из 12 регионов страны. Я искренне благодарю партнеров, всех участников за то, что вы нашли возможность сегодня собраться вместе и помочь нам разобраться, а как же в нынешних условиях действительно сформировать это доверие. Доверие, на самом деле, между властью и обществом. Вообще, в идеале, конечно же, никакого разделения быть не должно. Я, поверьте, сюда пришел не для того, чтобы только поприветствовать, но и для того, чтобы научиться. И очень надеюсь, что эти знания, которые мы вместе, возможно, здесь обретем, позволят нам и измениться должным образом так, чтобы мы могли эффективно сообща работать, добиваясь главных целей, которые ставит, конечно же, народ, граждане нашей страны. Честная, достоверная, актуальная информация – то, что всегда востребовано обществом. Эксперт по репутационному менеджменту и кризисному пиар, интернет-технолог Кристина Потупчик подчеркнула, если возникает информационный вакуум, его обязательно заполнят. Чаще всего недостоверной информацией и негативом. Это особенно актуально в условиях информационной войны, которую ведут с нашим государством. Прозвучало на форуме, что в кризисные времена общество больше доверяет официальным источникам информации. Это наглядно продемонстрировал, например, период пандемии. Много говорили на форуме о том, какой должна быть власть. Сегодня на первом месте требований к политику – умение слушать людей. Тренд на открытость. Политик не может быть не публичным. Самыми популярными платформами становятся аккаунты губернаторов в социальных сетях. Мне уже сегодня задали вопрос, для чего собирать такой форум, неужели мы утеряли доверие. Шутка, конечно, но нет, доверие не утрачено. Мы видим действительно высокие рейтинги власти. Мы видим, что доверие существует жителей. И мы сейчас здесь собрались не для того, чтобы решать вопрос утерянного доверия. Мы собрались для того, чтобы актуализировать инструменты, с которыми мы работаем на сегодняшний день. Попытаться понять актуальную повестку. И научиться всем вместе управлять тем, что у нас есть сегодня, теми новыми инструментами, которые у нас появляются. Вот это, наверное, самая главная задача этого форума и нашей сегодняшней встречи. Оперативно отвечать на запросы людей – это еще одно непременное условие эффективной работы власти. Если раньше люди до 30 дней ждали ответ на свое обращение, сегодня среднее время реакции на письменное обращение граждан – 4 часа. Большую роль в этом играет ЦУР. Модератор форума, советник генерального директора канала «Россия», известный комментатор МАЧ-ТВ Дмитрий Губерниев отметил, что самарский регион задает позитивные тренды. И этот опыт хорошо бы масштабировать на всю страну. Не буду вам желать держать удар, потому что вы не просто это делаете блестяще. И даже ударов-то особых нет. Просто говоря, вы это все трансформируете абсолютно в нужное русло и параллельно течению Великой Русской реки с вызовами справляйтесь. Это здорово. И это важно. И поэтому вы авторитетный руководитель. Мы здесь в Самаре. И люди по регионам потом расскажут, в том числе и своим губернаторам, и даже некоторым вице-губернаторам, что и как надо делать. Так сказать, на то и щука, чтобы не дремали караси. Основная мысль, которая звучала на форуме – власть избрана, чтобы работать в интересах населения. Мы видим достаточно такой высокий уровень открытости вашей власти в лице губернатора. И готовности его искать ответы на те вопросы, которые волнуют. И поэтому, мне кажется, у участников сегодняшней конференции такой хороший настрой. И вы видели, как аудитория рассчитывает на то, что вопросы, задаваемые любому из спикеров, в общем-то, находят свой отклик. В Самарской области мы привыкли работать на результат. Мы привыкли работать компетентно и, самое главное, очень прагматично. Понятно, что сегодня сложное время. Понятно, что это время, которое требует быстрых решений. Если у нас будут готовые наработки, которые привезли наши федеральные коллеги, и сегодня с нами этим поделятся, я уверен в том, что представители СМИ нашей области, они, конечно, воспользуются этим и применят на благо жителей нашего региона. Я без преувеличения в восторге, потому что я ехал сюда рассказать о проблемах, которые возникают у журналистов и властью, и где найти вот ту степень коммуникации, чтобы, наконец, услышать друг друга. Но пока дошла очередь до моей презентации, я услышал от вашего губернатора, в принципе, все те вещи, которые я хотел рассказать сам. И это прекрасно, что человек понимает, как общаться с журналистами. Человек с прекрасным чувством юмора. За Самарскую область я спокоен. Если у вас человек, который слышит журналистов и умеет с ними разговаривать, то и всех своих подчиненных он научит этому. Встреча завершилась общением всех участников. Журналисты спрашивали о том, что их сегодня больше всего волнует. Доверие между властью и обществом, по мнению губернатора Дмитрия Азарова, способствует консолидации общества. Формирование этого доверия и взаимопонимания – ключевую, все возрастающую роль играют средства массовой информации. 12 российских регионов, 13 часов деловой программы. Вот этот форум действительно показал, что он очень важен, он полезен для всех нас. Он поднимает актуальную тему, как доносить информацию оперативно, достоверно до жителей, до каждого человека, чтобы не было информационного вакуума, чтобы мы все понимали, что происходит на местах, что происходит в стране. И в этой связи, конечно, нам нужно всем сегодня объединяться. Обществу, государству, власти, всем людям. Нам нужно быть просто единым целым. Когда находятся рядом с тобой такие звезды, и отдают себе свою энергию, ты получаешь напрямую, не через телевизор, а прямо напрямую. Это кайф, это здорово. Вот и хочется взаимодействовать с такими людьми, потому что они очень такие энергиемкие, отдают с удовольствием какой-то свежий взгляд, откуда-то там, из столицы, условно говоря. Во время форума глава региона Дмитрий Азаров не просто слушал спикеров, он делал записи в свой блокнот. Журналисты поинтересовались, что именно он возьмет на вооружение в первую очередь. Предложение и аргументация по индивидуальному телеграм-каналу, в общем, оно для меня понятно, потому что мне до этого не было понятно, зачем мне это нужно. Тут, наверное, осмысленности больше. Ну и некоторые готовые решения по взаимодействию именно командному, думаю, будем применять уже просто в ближайшие дни. Подводя итоги форума, глава региона также отметил, невозможно доверие раз и навсегда сформировать и на этом успокоиться. Оно выстраивается долго, это постоянный процесс. Юлия Шевцова, Евгений Черемин, программа «Обозреватель». Встретились в Струковском. Телеканал «Тольятти-24» принял участие еще в одном большом событии в ежегодном фестивале прессы в Самаре. Он прошел в минувшие выходные. Фестиваль прессы – это крупное событие в областной столице. Праздник не только для представителей медиасферы, но и для всех жителей и гостей Самары. В мероприятие приняли участие ведущие городские и областные средства массовой информации, газеты, телерадиокомпании, радиостанции, интернет-СМИ. На фестивале работали десятки площадок. Одну из них традиционно организовал наш телеканал «Тольятти-24». Подробнее обо всем прямо сейчас. В старейшем парке Самары, в Струковском саду, прошел 28-й по счету ежегодный фестиваль прессы. На территории парка развернуто более 20 тематических локаций. Свои площадки представляют СМИ со всего региона. А лозунг нынешнего дня прессы – «Мы вместе». Журналисты – люди креативные, всегда в центре событий. Главная задача – не просто информировать, но и радовать своего слушателя, зрителя и читателя. Поэтому неудивительно, что фестиваль прессы получился таким ярким и необычным. Здесь более 20 ведущих СМИ области. Среди почетных гостей – губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной, председателем Самарского областного отделения Союза журналистов России Ириной Цветковой, они посетили площадку телеканала «Тольятти-24». Ирина Денисова, генеральный директор компании «Лада-Медиа», с большим удовольствием провела для них экскурсию. Мы представляем наш «Тольятти» молодой, талантливый, стремительный. Посмотрите, мы привезли сюда машину. Это новая «Лада-Веста», обновленная. Свет интересный. Также Дмитрий Азаров обратил внимание и на мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и раскраске камней. Одна из кукол была вручена губернатору на удачу. Сегодня мы постарались показать во всем его многообразии наш любимый город «Тольятти». Мы представили «Тольятти» спортивный, «Тольятти» музыкальный, культурный, творческий, промышленный. И хочется сказать, что наша площадка вызвала огромный интерес у всех посетителей сегодняшнего фестиваля, у всех посетителей Струковского парка. Кроме того, мы провели мастер-классы, на которых обучили практически 200 ребятишек. Мы обучали их изготавливать куклы, куклы счастья. И очень хочется, чтобы, и имея такую куклу счастья, и просто, общаясь нам всем вместе, быть счастливыми людьми, уверенно смотреть в будущее и всегда побеждать. Очень крутая атмосфера, такое все живое, очень много классных площадок. И у «Лада Меди», конечно, такая классная, обалденная площадка. Очень тут весело, энергично. И вообще, и погода сегодня такая классная, и очень много людей, и нам вообще очень всем понравилось. Особое место на площадке Тольятти-24 занимала экспозиция автомобилей, в том числе спортивная «Лада Веста». Этот болид – участник традиционной зимней гонки чемпионов, которая ежегодно собирает на полигоне автоваза в сосновке сильнейших гонщиков страны. Автомобиль представлял чемпион России по кольцевым автогонкам, пилот команды «Лада Спорт Роснефть» Кирилл Ладыгин. Очень интересное мероприятие. Самим охота посмотреть разные экспонаты, здесь разные выставки, много творчества. Охота походить, еще не успел все разглядеть. Все прекрасно, я не могла оторвать от этой шикарной машины свой взгляд. Сидеть в ней очень удобно. Хотелось бы, конечно, попробовать ее на трассе. На площадке телеканала «Тольятти-24» в Струковском саду Самары два спидвейных мотоцикла легендарной команды «Мега-Лада». Технику представляли юниоры ледовой команды Владимир Знаменский, Станислав Белый и их тренер, мастер спорта международного класса Виталий Белоусов. Вот решили показать всем нашим... Ну идемте, ну хотел уже, я знаю. Помимо автомобильных гонок и спидвея особой популярностью пользуются гандбол и хоккей. Здесь, на площадке «Тольятти-24» эти виды спорта представляли талисманы команд. Гандбольная белка и хоккейный филинг. А вот на сцене молодые исполнители-артисты эстрадного ансамбля «Новая волна» Тольяттинского колледжа искусств имени Щедрина. Красивое исполнение покорило жителей Самары. Ансамбль русского оркестра Тольяттинской филармонии также собрал на площадке телеканала «Тольятти-24» большое количество слушателей. Самарская область – территория, где живут многие народы, поэтому закономерно, что ансамбль белорусской песни «Куполинка» из культурного центра «Автоград» выступил на одной сцене с другими коллективами. На территории Струковского сада в честь фестиваля прессы было открыто более 20 площадок – интересных и разных. А вот это место на фестивальной площадке занимает экспозиция общественного совета при областном главке. Здесь уникальные раритетные машины и мотоциклы. А вот эти «Жигули» ездили в свое время по улицам Самары. Также представлена современная автомобильная линейка, которая сегодня помогает работе полицейским. Мы ежегодно принимаем участие в этом мероприятии, стараемся каждый год что-то новое внести и удивить наших гостей чем-то. Но то, что вы здесь видите, представлен ряд ведущих служб Главного управления МВД России по Самарской области. Вот в этом году мы угощаем наших гостей кашей полевой. Здесь представлены будут мастер-классы, много сувениров и подарков детей. А вот это уже площадка военно-патриотического клуба «Патриоты». Сюда привезли основную реконструкцию оружия, которая участвовала в Великой Отечественной войне, в Афганистане и в СВО. Самое, наверное, у нас такое ценное – это пулемет «Максим». У нас тут есть клеймо выбитое, он еще 1914 года, 1914 года. Тяжелый, 72 килограмма, но ничего, наши деды с ним справлялись, воевали. Здесь у нас уже предоставлены ребята в Афганистан. Ну, это самые, наверное, вот здесь редкостные тоже – РПД, 46. В этом году Самарский фестиваль журналистики отмечает свое 28-летие и проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России, а также в год педагога и наставника. Эти темы также нашли отражение в фестивале прессы. Главная идея фестиваля «Мы вместе» – она действительно всеобъемлющая. Да, мы сегодня здесь действительно на одной площадке и взрослые, и дети, и наши ветераны замечательные, и профессионалы, и те, кто стремится только стать профессионалами. Но все мы объединены, я уверен, одной целью – чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы наша страна процветала, чтобы победа пришла как можно быстрее. И думаю, что уверен, что каждый из нас может внести свою лепту в защиту интересов нашей Родины, в защиту всего, что для нас дорого и свято, и, конечно же, приближение Дня Победы. Вот вроде только открывали фестивали, и уже закрытие. Вот только вроде вчера медиалаборатория, вчера, сегодня, и уже пора расставаться. Это самые такие всегда минуты грустные, когда расстаешься. Но, как говорят, за расставанием будет встреча. 105 лет нашей Самарской областной организации «Союз журналистов России». Много это или мало? Не знаю. Но это уже история. Да, наш девиз – мы вместе. И сегодня вновь и вновь мы говорим – мы, журналисты, вместе. Завершился фестиваль по сложившейся традиции – награждением СМИ. Первыми за лучшую фестивальную площадку был награжден телеканал «Тольятти-24». Дипломом победителя конкурсы на лучшую площадку фестиваля прессы 2023 награждаются. Телеканал «Тольятти-24», телекомпания «Лада-Медиа». Просьба подняться на сцену. С каждым годом фестиваль прессы становится все масштабнее и интереснее. Это уже не просто праздник, а бренд Самарской области. Александр Савоста, Владимир Никитин. Программа «Обозреватель». И продолжаем программу. «Тольятти» готовится встретить день города. По традиции он пройдет в первые выходные июня. В этом году мы будем праздновать 286 лет со дня основания Ставрополя. Наш город входит в двадцатку самых больших городов России. «Тольятти» – это крупный промышленный центр страны. Важный узел железнодорожного, автомобильного и речного транспорта. И, кроме того, расположен в очень живописной местности. Мы любим наш город и стремимся сделать его лучше, комфортнее и красивее. Город меняется на глазах, и эти перемены только начинаются. Мой коллега Юрий Соколов продолжит тему. По итогам 2022 года «Тольятти» признан комфортным городом для проживания. Специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сделали качественный анализ исполнения программы «Городская комфортная среда» более чем в тысячи городах нашей страны. Такая высокая оценка «Тольятти» дана не просто так. Открытый итальянский сквер и сквер Жилкино. Тольяттинцы уже прогуливаются на первой очереди набережной Автозаводского района. И полным ходом идет реконструкция второй очереди набережной. Одно из любимых мест «Тольяттинцев» – сквер 50-летия Автоваза. И много других мест, где горожане могут отдохнуть всей семьей. Этот сквер с выставочным залом, фонтаном и игровыми площадками был открыт в 2020 году в честь 50-летия выпуска первого автомобиля Автоваза. Сквер разделен на зоны для тихого и активного отдыха. Большую часть парка занимает сад четырех времен года. Здесь установлены светодиодные фонари, есть три новых водоема, сухой фонтан и дорожки трех видов. Сегодня тольяттинцы любят приходить сюда целыми семьями, часто приводят с собой иногородних друзей. Из сквера можно пешком пройти в Парк Победы, в котором скоро начнутся ремонтные работы. Будут реконструированы две аллеи, которые параллельны улице Юбилейной. Вдоль них поставят новые скамейки и урны. Кроме того, будет заменена брусчатка возле Вечного огня. Из Парка Победы в Итальянский сквер. Для этого достаточно перейти дорогу на Спортивный. В основу проекта легли идеи молодого итальянского архитектора из Неаполя Андреа Скапеллитти. Он предложил создать пространство с элементами, присущими итальянской культуре. Здесь оборудованы дорожки для прогулок, установлены скамейки, освещение. Отдельное место отведено для спортивной площадки, зоны воркаута, детских игровых комплексов. Также укреплена чаша фонтана. Для безопасности посетителей установлено ограждение. Одной из изюминок сквера стал памятник Пальмира Тольятти. Здесь высажены десятки деревьев и сотни кустарников. Они растут и с каждым годом это место все более заметно отражает замысел архитектора. Совсем рядом со сквером идет реконструкция Стеллы «Радость труда». Из 200 квадратных метров практически утраченной мозаики уже удалось восстановить более 140. В ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории вокруг Стеллы. Глава города отметил, что в сентябре мы получим замечательный объект, который будет радовать и жителей, и гостей нашего города. Безусловно, изменения очень большие, их много, они яркие. Не могу оставить в стороне, например, знаковые места, как Пальмир и Тольятти, который появился здесь также отчасти по программе благоустройства. Не могу не отметить программу КГС, формирование комфортной городской среды, при которой город Тольятти получил абсолютно новый экопарк, абсолютно новые локации, ремонт больших таких территорий, как два парка, парк Победы, парк Центрального района. В том же ключе и изменения во дворах. В прошлом году было 19 дорогих территорий. По этой программе отремонтированы детские площадки, твердые покрытия, спортивные площадки. В этом году из 19 территорий уже 11 готовы. Еще одно любимое место Тольяттинцев – набережная Автозаводского района. Ее открыли для посещения этой зимой. Работы по реконструкции начались летом 2021 года. Территорию уже успели обжить. Она преобразилась, зацвели деревья, зазеленели газоны, заработали фонтаны. В выходные дни здесь гуляет очень много людей. Все ждут открытия второй очереди, чтобы гулять свободнее. Это тот фундаментальный, знаковый и, наверное, начинающий отчет нового Тольятти объект, который изменит отношение жителей к нему и сделает их более, наверное, культурными, воспитанными, отдохнувшими. И, соответственно, абсолютно другой новый вектор туризма. У нас уже есть туристические группы, которые прибывают в город. И первое место посещения – это набережная автозаводская района и далее уже там парки, театры и так далее. Если от Парка Победы пройти в другую сторону, то через несколько минут вы окажетесь в сквере имени Сергея Жилкина. Наибольшей популярностью здесь пользуются установленные в тени деревьев качели-лавочки. Также есть современная детская площадка и сухой фонтан. Мне кажется, что сейчас город взялся за то, чтобы сделать наше пространство лучше. То есть и сами люди пытаются с мусором как-то разобраться и следят за тем, чтобы мест отдыха было больше. Скверы, парки облагораживают. Облагораживается территория, много следят. Фасады домов очень хорошо делают. Набережную построили. В принципе, очень приятно находиться. Город стал намного чище, намного краше. Мне это очень сильно нравится. Гуляю сейчас по набережной. Вообще прям идеально. У меня глаза радуются. Иду прям такая счастливая. Ну, также Комсомольская набережная тоже хорошая. Вот сегодня там были. Знаю то, что сейчас центральный парк. Ну, то есть реконструируется. Реконструкция парка центрального района действительно уже началась. Огорожена центральная аллея. Работает техника. Здесь вместо асфальта планируют уложить красивую брусчатку. Проведут ремонт освещения. Установят новые мафы и видеонаблюдения. Есть любимое место отдыха и у жителей микрорайона Шлюзовой. Это экопарк. Он был открыт в прошлом году. Посетителей здесь ждут три симпатичные детские зоны, более полутора километров пешеходных дорожек с мягкой крошкой, лавочки, зону отдыха, современное освещение. А еще к услугам любителей активного отдыха в городе открылись две велодорожки вдоль улиц Жукова и Родины. По ним Толятин закурсирует на велосипедах, самокатах и роликах. Ежегодно по программе формирования комфортной городской среды ведется и обновление дворов. Устанавливаются детские игровые и спортивные площадки, меняются асфальт, тротуары, проводится озеленение. За последние несколько лет Тольятти значительно изменился в лучшую сторону. Особенно это замечают гости нашего города и активно делятся своими наблюдениями в социальных сетях. Юрий Соколов, Андрей Комиссаров, Владимир Никитин. Программа «Обозреватель». И к другим темам. В школах региона прозвенели последние звонки. Перед выпускниками девятых и одиннадцатых классов открываются двери в новую взрослую жизнь. С окончанием школы ребят поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона приехал на торжественную линейку в родную 132-ю школу в Самаре и пожелал выпускникам не волноваться перед экзаменами. Образовательные программы многих учебных заведений сегодня помогают старшеклассникам еще в процессе учебы определиться с профессией. Так, в старейшем учебном заведении Тольятти 35-й гимназии много лет ведется успешная подготовка будущих химиков, биологов и медицинских работников. Более тысячи выпускников гимназии уже связали свою жизнь с медициной. В эту гимназию я попал всего лишь в девятом классе, о чем очень сильно сожалею, надо было приходить намного раньше. Огромное спасибо хочу сказать учителям, которые дали мне именно те знания, которые мне нужны для поступления. Поступаю я в Самарский государственный университет на стоматолога. На пороге Больших перемен и школа номер 88. Она уже стала частью современного образовательного центра, который распахнет свои двери 1 сентября в 20-м квартале Тольятти. Напомню, благодаря национальному проекту образования и поддержке областного правительства здесь завершилось строительство самой большой школы региона на 1600 учащихся. О том, какие надежды связывает школа с этим событием и как прошел здесь последний звонок, расскажет Елена Сафронова. Последний звонок – это большой праздник для выпускников, учителей и родителей. Это время прощания со школы и время больших надежд. Учеба уже закончилась, экзамены еще не начались. Большой праздник сегодня. Вот так, рука в руке, педагоги провожают своих выпускников во взрослую жизнь. Непременная часть праздника – торжественная линейка, вынос и поднятие флага и гимна России. А затем выступление гостей, директора и родителей. В 88-ю школу приехал и глава города Николай Ренц. Никогда, никогда и никогда не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах. Никогда не сдавайтесь перед силой, казалось бы, превосходящего вас противника или обстоятельств. Мой последний звонок был ровно 50 лет назад. Я его вспоминаю так же, как они, наверное, сегодня воспринимают, что все море по колену, все самое сложное позади. Недооцениваешь, как важен был этот период, как важны были люди, которые тебя все эти 11, тогда было 10 лет, пестовали. Это в тот момент, во крайней мере, я до конца не ощущал. Только потом, став специалистом, поучившись, я понял, что вот именно этот и этот и этот конкретный человек сделали так много для меня, для моей профессии. Что же касается нынешних ребят, ну, невероятно изменилось время, невероятно изменился мир, доступ к информации. И что мне в них очень нравится – они свободны. Белые банты, кружевные фартуки и строгие костюмы. Красные ленты выпускника через плечо. У многих в этот день на глазах слезы. Взрослая жизнь, пока непонятно, как она сложится. Тревога и радостное ожидание, предчувствие чего-то большого и непременно светлого. Планы и надежды. Очень большое волнение из-за экзаменов, за то, что не верится, то, что я закончил школу. Не хочется уходить. И, конечно, планы у меня уехать учиться в колледж программистом. Я многодетная мама, у меня еще две дочки маленькие. Сыном очень горжусь. Закончил школу, девятый класс закончил. На 4-5, надеюсь, будет все хорошо у него в жизни. Сегодня 88-я школа Тольятти на пороге больших перемен. В новом учебном году ей предстоит стать частью большого образовательного комплекса. Недавно построенная в 20-м квартале школа на 1600 учащихся уже получила название «Галактика». Его выбирали всем городом. Начиная с апреля этого года, мы уже не просто школа бесконечных возможностей 88, а мы образовательный центр «Галактика». Ну и, естественно, с этим связано огромное количество тех задач, которые мы должны будем реализовать, выполнить в новом корпусе, в новой школе. Уникальное оборудование, новые возможности, конечно, новые потребности, которые возникают у руководства школы, у педагогов. По той простой причине, что это высокая планка, которую мы должны показывать, достичь в образовании наших детей. Своё плечо на этом пути школе всегда готовы подставить шефы. А это ни много ни мало пятая горбольница, с которой подписано соглашение о сотрудничестве. Вот эта новая школа, которая будет вводиться в ближайшие недели, это подарок от губернатора для жителей города Тольятти, для жителей 20-го квартала. «Галактика» — это какая-то вселенная, которая не имеет границ, которая может развиваться бесконечно, чего, собственно, желаем новому объединению. И уверен, что те высоты, к которым эта школа взлетит, полетит, они будут недосягаемы для всех остальных. Благодаря национальному проекту образования и поддержке регионального правительства, образовательный центр «Галактика» распахнет свои двери уже 1 сентября. А пока — последний школьный вальс для выпускников и педагогов. В этом году в Тольятти почти 10 тысяч выпускников. Елена Сафронова, Владимир Никитин, программа «Обозреватель». Десятки тысяч людей на минувшую неделю отметили свой профессиональный праздник. В Тольятти чествовали работников химической промышленности. В нашей стране День химика отмечается уже более 50 лет. Сегодня большая химия — важнейшая часть промышленного развития Самарской области. Химические предприятия губернии занимают лидирующие позиции по выпуску самых разных продуктов среди европейских и мировых компаний. Наша химия, она такая, она позитивная химия, потому что значительная часть нашей продукции, наших предприятий составляет удобрения. А что такое удобрения? Это урожай, это хлеб, это овощи, это кукуруза, гречка. Это все, что попадает к нам на стол. И надо сказать, что с каждым годом качество и номенклатура выпускаемых удобрений в Тольятти улучшается. Желаю искренне вам здоровья, радости, эмоций, процветания, больших объемов производства и еще больших объемов продаж. И далее у нас короткий обзор других заметных событий недели. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь побывал в зоне проведения специальной военной операции. Он передал воинским подразделениям, где несут службу бойцы из нашего региона, более 30 единиц спецтехники и легковых автомобилей, а также дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию. Передача такой крупной партии техники стала возможной благодаря поддержке одной из крупных компаний, которая работает на территории Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул, благодаря поддержке промышленных предприятий региона в ближайшее время планируется передать в общей сложности 78 машин. На городские маршруты Тольятти вышли 19 новых автобусов. Они оборудованы по самым современным требованиям безопасности, комфорта и управления. Есть функция снижения уровня пола для пассажиров с колясками, более просторный салон с интересной обивкой сидений и менее шумный двигатель. Напомним, ключи от нового транспорта в конце апреля передал городу губернатор Дмитрий Азаров. Возможность обновить подвижной состав появилась благодаря федеральному гранту, который получило правительство Самарской области за эффективное региональное управление. Православной классической гимназии Тольятти исполнилось 28 лет. За это время здесь воплотили в жизнь множество ярких проектов. Идею создания гимназии в свое время одобрил архиепископ Самарский Сызранский Сергий. Учредителями стали протеерей Дмитрий Лескин и матушка Юлия Лескина. Духовное сердце гимназии – домовая церковь во имя всех святых, в земле русской просиявших. Кроме основных предметов гимназии, углублено изучение английского и итальянского языков. Богатая культурная жизнь включает занятия музыкой, хоровое пение, участие в фестивалях. Гимназия много раз принимала высоких гостей. Ее посещали святейший патриарх Московский и всей Руси Алексий II, патриарх Кирилл, а также Владимир Владимирович Путин. В то время – председатель правительства Российской Федерации. Сегодня православная гимназия – это часть непрерывной образовательной модели гуманитарного профиля, в состав которой входят также гуманитарный колледж и Поволжская академия образования и искусств имени святителя Алексея Московского. Сегодня в Самарской области более 130 тысяч предпринимателей, из них 33 тысячи – итальятинцы. И это, утверждают эксперты, самая активная часть бизнес-сообщества региона. Многие из них собрались на ежегодные премии. В Тольятти прошла Ночь предпринимателей, она собрала владельцев бизнеса, ярких, успешных людей, заинтересованных в быстром развитии своих проектов. Как это было, расскажем прямо сейчас. Ночь предпринимателей – большое и важное событие в бизнес-сфере Тольятти. Оно объединяет активных и успешных людей нашего города. Интересный факт. Сегодня в Тольятти ярко прослеживается тенденция среди малого и среднего бизнеса – объединяться и создавать совместные проекты. Конечно, чтобы познакомиться с новыми людьми нашего города, с предпринимателями нашего города, узнать что-то новое, что производится в нашем городе. В сегодняшний день первое – это подтверждение того, что ты в своем бизнесе делаешь все правильно. И второе – это отдохнуть и пообщаться с соратниками, с людьми, которые близки по духу. В первую очередь – это отметить День предпринимателя. Это встретиться со своими коллегами, друзьями, с партнерами, пообщаться, ну и прекрасно провести вечер. Ну, опять же, получить новые знакомства как вариант новых партнеров. На сцене лучший из лучших. Ежегодно в Ночь предпринимателей проходит награждение самых ярких представителей бизнеса. Все они люди самого разного возраста и направленности. Продукты питания, услуги, информационные технологии. Однако объединяет всех упорное движение к успеху и желание внести свой вклад в экономику родного города. Среди награжденных – бизнесмен Владимир Кривов. Он получил награду в номинации «Франшиза года». Уже много лет Владимир успешно развивает компанию, которая создает сайты. Среди клиентов – компании из разных городов страны. Это огромнейшее достижение всей нашей команды. Это означает, что мы не только любим свою работу, но нашу работу оценивают наши франчайзы. Потому что мы их любим, мы их не бросаем. И в этом году «Ростсайт» выйдет на уровень всей страны. Откроются более 50 филиалов «Ростсайт». Это, конечно, не может не радовать. Номинации премии самые разные. За высокий профессионализм. Открытие года. Лучший эксперт в области инвестиций. Номинация команды профессионалов. Ярцева Галина Петровна. Маграфирма «Радость». Всем привет, друзья, аплодисменты. Мы встречаем. Галина Петровна. Организаторами «Ночи предпринимателей» стал издательский дом «Руссо» и компания, который выпускает такие медиапродукты, как журналы «Наш Тольятти» и «Наша Самара». В составе организаторов также совет депутата Самарской губернской думы Елены Сазоновой. Поддержку мероприятию оказывает и администрация городского округа Тольятти. На самом деле это поддержка наших предпринимателей, чтобы они занимались деятельностью своей, бизнесом, были социально активными, полезными и чувствовали свою значимость. На сегодняшний день очень приятные эти знакомства. Поэтому мне очень нравится, когда уже идешь здороваться, уже общаешься, уже спрашивают, как дела. Это очень дорогого стоит. Мне очень нравятся такие мероприятия. Именно здесь большинство предпринимателей могут найти цены, новые знакомства, бизнес-связи, заручиться поддержкой, возможно, найти инвесторов. Клево то, что в нашем городе есть такая платформа, и мы развиваемся вместе с ними. Все эти люди всегда на шаг впереди, постоянно развиваются и покоряют новые вершины. А еще они вдохновляют других не бояться начать свое дело. Денис Капля, Юлия Быкова, Дмитрий Котельников. Программа «Обозреватель». На этом все. Спасибо, что вы смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас в курсе главных событий. Напомню, что прямую трансляцию нашего телеканала можно смотреть круглосуточно на сайте tv.toliaty24.ru, а также в нашем официальном телеграм-канале. С вами была Яна Левина. Удачной недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин